Как укладывать ламинат? Этой информации очень много в интернете. Сегодня я расскажу о самых различных и порой необычных способах укладки кварц-виниловой плитки. А как же деревянный паркет, спросите вы? Давайте его и массив оставим профессионалам. Предвижу следующий вопрос, тогда что нового вы можете нам рассказать? Поверите, могу. Досмотрите до конца эту программу, и вы будете удивлены. Итак, сравнительно новое перспективное покрытие кварц-виниловой плиткой, или как ее называют в мире LVT, Luxury Vinyl Tile. Я более чем подробно о ней рассказал в предыдущих выпусках своей программы. Мы говорили о технических параметрах материала. Я рассказывал о покрытиях с мягким и жестким основанием. Даже пытался испачкать ее перманентным маркером и зеленкой. На сегодня я оставил самое вкусное – мастер-класс. Сегодня я покажу самые разные способы укладки кварц-виниловой плитки. И посмотрев это видео, до конца вы станете настоящим мастером и сможете уложить LVT-плитку у себя в квартире. А ведь это стопроцентно влагостойкое покрытие можно использовать не только во влажных помещениях, как может показаться на первый взгляд. Оно прекрасно будет смотреться в любых комнатах дома и квартиры. Благодаря 43-му классу износа стойкости плитку можно стелить в помещениях с повышенной проходимостью – коридор, прихожая, террасы и даже в офисах, бутиках и холлах гостиниц. Кварц-винил – тактильно теплое покрытие, поэтому оно подойдет для спальни. По нему приятно ходить босиком. Выстелите LVT-плитку на кухне, и половина упавших на пол тарелок и чашек не разобьется, тогда как при падении на обычную плитку трагедии не избежать. LVT – не скользкое покрытие. Положите его в ванной, и шансов поскользнуться гораздо меньше, чем на кафеле. А еще кварц-винил с твердым основанием можно стелить на всем пространстве квартиры без порожков. Просто комбинируйте цвета и фактуры, и в каждой комнате будет свой пол. Именно про комбинирование, про то, какого эффекта можно достичь, уложив LVT-плитку тем или иным способом, пойдет речь в этой программе. Сегодня я буду меньше говорить и больше показывать. Для начала несколько способов укладки самой простой, мягкой, клеевой LVT-плитки. Выглядит она вот так вот. Тонкая, мягкая, клеевая. Главное ее отличие от всех замковых покрытий – то, что она укладывается от центра комнаты. Сначала определяете центр четко, потом рисуете линию и уже от нее укладываете в стороны. Да, тогда у вас по центру комнаты будет красивый рисунок из целых плашек, а все подрезки уйдут к стенам. Погрешность в несколько миллиметров по центру может вырасти в кривизну в несколько сантиметров. К стенам будет некрасиво. И самый простой способ укладки – это когда каждый следующий ряд смещается на пол плитки. так называемый «кирпичик». Шо-шо-шо-шо. Ну, а если вы хотите более динамичный рисунок, то сделайте смещение на 30 сантиметров. Тогда это будет выглядеть вот так. Раз, два, три, четыре. Особенно эффектно в интерьере смотрится укладка с комбинированием плашек одной коллекции, но разного цвета. Выглядит это вот так. А так как LVT-плитка укладывается на больших площадях без температурных порожков, таким образом можно даже соединять разные оттенки плитки в разных комнатах. А вот так можно имитировать рисунок «английская елочка», укладывая плашки перпендикулярно друг к другу. Очень красиво и эффектно. Можно еще положить плашки по диагонали. Это визуально расширит помещение. Ну, в принципе, на этом все. Если коротко, про способы укладки мягкой клеевой LVT-плитки. Ну, а теперь LVT-плитка с замковым соединением. Если она выполнена с тиснением в регистр, то с эстетической точки зрения способна заменить любое деревянное покрытие. Так LVT, так дерево. Даже на ощупь. Вот есть сучок, и на ощупь тоже сучок. Укладывается следующим образом. Сначала собирается вся полоса. И под углом 25 градусов вставляете. Ну, а если остались небольшие щели, воспользуйтесь добойником. А вот такая прямоугольная плитка способна создать полное ощущение керамогранита на полу. Собирается она так же, как и обычная замковая LVT-плитка. Собираете ряд. И потом аккуратненько вставляете в замочек. Опускаете. И пристукиваете. Ну, на полу это происходит быстрее. Лучше воспользоваться молоточком. Идеальное соединение. Интересный эффект получится, если взять крупноформатные плашки. Стандартные. Размер плитки это метр двадцать на двадцать сантиметров. Но есть такие коллекции, где размер плитки полтора метра на двадцать три сантиметра. А если еще и тиснение выполнено в регистр. Ну, вы уже знаете, где нарисован сучок. Там на ощупь тоже сучок. И есть крашеная фаска по всем четырем сторонам плитки. То такое покрытие эстетически способно заменить паркет. А по практическим свойствам превосходит его многократно. А вот так это напольное покрытие смотрится в интерьере. Эффектно, натурально и благодаря реалистичной фактуре очень похоже на настоящее дерево. При этом по простоте укладки сравнимо с ламинатом. Если же выбрать плитки длиной метр восемьдесят. Да-да, представьте себе, есть и такие вот наглядные подтверждения. Тогда эффект деревянного пола усиливается. В таких коллекциях рисунок панелей выполнен таким образом, что каждая следующая плашка является продолжением предыдущей. Так достигается эффект бесконечно длинной доски. И это особенно выгодно смотрится в просторных помещениях. Ну, интересное решение, правда? Чем дальше, тем интереснее. LVT-плитка может искусно имитировать наборный паркет. Такую я нашел у своих друзей компании Аквафлор. Коллекция так и называется паркет. И благодаря зеркальным замкам ее можно укладывать десятью различными способами. Начиная с уже знакомой вам английской елочки, продолжая квадратом, плетенкой, двойной, тройной елочкой, как угодно. И делается это достаточно просто. Сейчас покажу, как. Начнем с квадрата. Выкладывается квадрат. В квадрате шесть плашек. И перпендикулярно этому квадрату выкладываем второй. И так дальше до бесконечности. То есть продолжаете сюда, следующий квадрат и так далее. На полу, естественно, пробиваете все это молоточком. А теперь двойная елочка. Принцип укладки тот же. Перпендикулярно друг к другу. Только мы укладываем две с одной и две с другой стороны. Две плашки берем с этой стороны. Две с этой. Для того, чтобы понять, правильно ли вы все делаете, вы должны видеть вот эти пазы. Они называются мамами. И они должны смотреть на вас. То есть вот я их вижу. Они смотрят на меня. Продолжаем. Еще две. И две с этой стороны. Проверяйте себя. Пазы видно. И они смотрят на вас. Двойная елочка. Ну а теперь мы подошли к самому интересному. Плитка из коллекции «Версаль» от «Аквафлор». Первая квадратная кварцвиниловая плитка с замковым соединением. «Версаль» — это стопроцентно влагостойкое покрытие. С жестким основанием «Риджит Вайнл». Выполненное с тиснением в регистр. Имеющее защитное покрытие «Си-Пи-Эль». Четырехстороннюю крашенную «В-образную» фаску. И оснащенное фирменной шумопоглощающей подложкой. Это полностью законченный и готовый к монтажу отделочный материал. Благодаря основанию «Риджит Вайнл», имеющему повышенную жесткость, панели этой коллекции удалось оснастить системой замка «Пуштулок» и придать им квадратную форму в размере 600 на 600 миллиметров. Данный материал можно собрать не только стандартным способом со смещением панели, но и, что главное, без него и таким образом имитировать модульный паркет. После укладки отличить его от натурального материала практически невозможно. А вот практичность и износостойкость по сравнению с паркетом будет значительно выше. Ведь LVT-плитка с твердым основанием не боится перепадов влажности и температуры. Ее никогда не поведет. Это теплый и бесшумный пол, так сильно очень приятный и напоминающий на ощупь дерево. Ну и, как говорила героиня Лиа Хиджаковой в фильме «Служебный роман», в одежде главная комбинаторность. Это же относится и к кварцвениловой плитке. То, что внутри коллекции можно сочетать плашки разного дизайна, это уже никого не удивляет. А вот возможность сочетать коллекции между собой дает безграничное поле для творчества. А теперь главное. Плитки из коллекции «Версаль» и «Паркет» можно сочетать между собой. Вместе они способны заменить модульный и художественный паркет, превосходя его многократно по простоте укладки и эксплуатационным свойствам. Ну а теперь покажу, как это сделать. Для того, чтобы собрать модуль, который вы потом повторите многократно, вам потребуется одна плитка «Версаля», две плитки паркета с замком «А» и две с замком «Б». Главная – последовательность действий. Но, научившись один раз, вы ее сможете легко повторить. Итак, берете паркет с замком «А», кладем сверху. Принцип тот же. Все замки смотрят на вас и видны. Паркет с замком «Б». Кладем «Версаль». Верхняя – левая – «Версаль». Правая – нижняя. Вот получился модуль. И его дальше размножаете по полу. Если нужно разобрать, разбирайте в обратном порядке. Нижняя. Правая. «Версаль». Левая. Верхняя. Во время монтажа я советую вам не сразу защелкивать замки, чтобы иметь возможность поправить плашки в процессе. А во время демонтажа не торопитесь, чтобы не повредить замки. Вот так, соединяя коллекции «Паркет» и «Версаль», вы получаете покрытие эффектное, как наборный паркет, при этом намного дешевле и превосходящее его в простоте ухода и эксплуатации. Его не смогут испортить ни вода, ни перепады температуры, ни теплые полы. И даже домашние питомцы не оставят на нем своих следов. Я рассказал об основных и, на мой взгляд, самых эффектных способах укладки кварцвениловой плитки. Если у вас и после этого остались вопросы, задавайте их в комментариях. Согласитесь, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому смотрите мои программы, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и пересматривайте предыдущие выпуски. Увидимся через неделю. Будем менять с Александром Гришаевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова